Вопрос, даже не знаю, с какого начать, давайте все-таки с президентского. У нас президент выступает с инициативами. В отличие от президента Заслерса, который долгое время сидел в окопах и только под конец своего президентского срока стал привлечь какую-то инициативу, господин Беррис, знаешь, уже, скажем так, начал рано. Пока непонятно, как, в общем-то, политики оппозиционные или правящие к этим инициативам относятся, пока как-то вяло даже комментируют, потому что в повестке нет другой вопрос, вопрос референдума. А что скажете вы, с чем связаны эти инициативы? Ну вот, например, сделать количество депутатов меньше в парламенте. Много ли это изменит в нашей стране, кроме маленькой-маленькой экономии средств? В общем, президент ищет тему, тему своей деятельности. Посмотрите, если когда его избрали, он сказал, он будет президент, который будет реально влиять на экономику, экономические процессы. Он будет тот, который... Образованин еще говорил, что приоритет. Да, да, да. Ну, в первую очередь была экономика, что вот если улучшится экономическая ситуация, он сможет сказать, что это его рук дело. В общем, уже тогда было ясно, что его влияние на экономику очень небольшое. Но он все-таки президент, и там есть какие-то рамки конституционные, в которых он работает. И это не пример. Потому что, если вы помните, еще тогда говорили, вот как президент взял в повестку дня премьер-министра вдруг. Я думаю, что он понял, что его влияние на экономику все-таки недостаточно. И он начинает искать общеполитическую тему. Общеполитическая тема, которая могла бы быть интересна обществу, и которую он мог бы... Как свою тему, свое президентство. Не чтобы потом через 4 года отчитаться, вот я сделал следующее. Ну, и потому начинаются поиски. Образование там проблемы. Там господин Тиллс намного более интересен, чем президент. Более инициативен. Более инициативен, и, я думаю, более знающий в этом вопросе, чем президент. Потому что там поконкурировать очень сложно. Ну, и теперь начинаются вопросы по изменению с Атверсом. Потому что этот вопрос все время муссируется. И ситуация с референдумом, где у него был достаточно неудачный шаг, когда он вначале сказал, что он не будет участвовать. Потом он передумал. Потом передумал все это. И теперь он хочет обратно войти в этот вопрос с Атверсом. Поскольку тут его функции есть, конечно, законодательные. Он может быть инициатором и силой, которая движет какие-то изменения в Конституции. В этой ситуации он хочет найти, может быть, обратно пристроиться в эту дискуссию по теме изменений Конституции. Так все-таки вопрос референдума здесь тоже как-то затесался. Конечно, конечно. Потому что вопрос референдума, он поднял на повестку дня вопрос изменения неизменчивости с Атверсом. И вот тут же он может появиться сразу еще с дополнительными инициативами. Если уж меняем с Атверсом, ну тогда меняем по полной программе. В нашей стране есть еще один человек, который, как господин президент, сначала думал, что он так поступит с референдумом и с голосованием потом передумал. Я имею в виду Нила Ушакова. Возвращаемся к теме референдума. В общем-то, на плыву все время как-то несколько лидеров здесь политических. Это А, Ушаков с центром согласия, Райвис Зинтерс и господин Линдерман. Вот как-то правящие не очень как-то особо там отделяются. Нет, безусловно, есть мнения, которые они громко озвучивают при возможности. Но вот эти три лидера, кто из них, как вам кажется, в результате может больше всего получить очков положительных, а кто больше всего проиграть в ходе? Пока что выглядит так, что центр согласия проигрывает, выигрывает Линдерман. Который заявил о том, что он готов создать партию. До этого момента. Если мы смотрим, опять же, исторически, с момента, когда мы пропали с нашего горизонта, с небосклона политического запчел объединения. Тогда одна часть была в триумфе, в центре согласия, которые заявили, вот, как хорошо, теперь мы одни. В общем, заявили монополию. А монополия-то всегда слишком большая раздробленность. От А до Я весь алфавит. И это уже совсем другая ситуация. И они не смогли удержать эту монополию так, чтобы от этого получить и извлечь максимум какого-то осязаемого эффекта для своих избирателей. Для всех этих от А до Я. А там осязаемый эффект для всех был бы только один. Появление у власти. Голоса есть, власти нет. Смотрим с другой стороны. Где проблема, и то, что они получили, это негативное, а то, что они всех представляют от А до Я. Их просто обыграли, во-первых, в переговорах по созданию коалиции. А второе, что их усадили за один стол с Райвисом Зинтерсом. А это уже деградация. Мы говорим о большой партии в 31 голос, которая заявляла серьезные амбиции на власть, которая контролирует 31% голосов в парламенте, что нельзя сказать, что это несерьезно. Это большая сила. И в этой ситуации они сидят за одним столом с маленькой партией, которая выкрикивает националистические лозунги. Их просто зажали в угол, и они из большой партии, которая обхватывала большое количество избирателей, их загнали в игру радикалов. С одной стороны Линдерман, с другой стороны Райвис Зинтерс. И посередине этот Голиаф. А они, те маленькие, от этого имеют только удовольствие. Но все же, может быть, ситуация, которую вы сейчас описываете, несколько изменится через несколько дней в зависимости от того, какой будет процент этого голосования. За и против. А вообще, повлияет ли этот процент хоть на что-то? Или совершенно вам кажется, здесь никакого значения? Я думаю, что на участь Центра Согласия в нынешней ситуации это никак не появляет. Поскольку то, что важно Центру Согласия, это диалог с теми, которые по уровню могут отвечать твоему уровню. И им единственное, с кем интересно говорить в этой постановке парламента, это с единством. Но госпожа Солота Аббалтиня, на прошлой неделе сидев на этом месте, сказала, что после 18-го числа они готовы сесть за стол переговоров и разговаривать именно с политиками Центра Согласия. О чем, как вы думаете, может они говорить? Поскольку, опять-таки, лидеры единства, а, они признают за собой никаких ошибок. Они считают, что они все это время делали правильно во всех направлениях. Но и не слышно от них каких-то новых, свежих идей. Нету. Все это забитое слово «интеграция», во главе которой Сарми Тейлор, это политик с минусовым рейтингом. Что нового может предложить нам партизинство? У единства другая проблема. Единство слишком хорошо и комфортно находится в ситуации, когда победителей никто не судит. Они победители. Всех процессов после выборов они победители. Они вышли победителями после решения номер два президента. И они побеждали пока что во всех этих битвах. Они сейчас самая влиятельная партия, самая мощная партия. Они потеряли рейтинг, в отличие от Заттлерса. В отличие от Сент-Согласия, они имеют такие вразды власти, которые не имела давно ни одна партия. И в этой ситуации они от этого всю свою игру выстраивают. Мы победители, нас никто судить не будет. И реально так и есть. Их судить будут на следующих выборах. Где я думаю, что их перспективы не слишком будут блестящие. Поскольку они успеют сжечь таким отношением к избирателям политической ситуации, к общеполитическим вопросам. Они свой рейтинг, я думаю, что потеряют. Это, конечно, такой опасный прогноз. Но это будет подход, как они будут общаться с Центром Согласия. Это будет, опять же, подход высокомерия. И все время, и с их подачи, они будут, с одной стороны, стараться демонстрировать готовность к диалогу. Но реально они будут подбивать на диалог с Вису Латвии. Потому что им выгодно деградировать Центр Согласия до диалога с радикалами. Чтобы там были какие-то радикальные выкрики. И тогда всегда можно говорить, мы же предлагали на конструктивный политический диалог. Но они ведь там с радикалами лаются. Ну что, спасибо. Пока все. Хорошего утра.